В Новый год без долгов. В преддверии праздников коммунальщики Югры ведут активную работу с должниками. Обзванивают неплатильщиков, проводят рейды, в отдельных случаях привлекают судебных приставов. Нередко оплатить вовремя коммунальные услуги забывают работающие социально благополучные люди. Они предпочитают в первую очередь гасить ипотеку или кредиты. Управляющие компании несут убытки и не могут рассчитаться за свет, тепло и воду с ресурсоснабжающими предприятиями. О каких суммах идет речь и какие меры применяются к должникам, выясняла Елена Составова. Жилищно-эксплуатационные управления Нижневартовской разработали определенный алгоритм действий по взысканию долгов. Людям без доходов они даже предоставляют место работы, чтобы те могли расплатиться. Нередко после первой зарплаты должники испаряются. И тогда коммунальщикам ничего не остается, как обращаться к судебным приставам. На требовательный стук дверь открыли только в шестой по счету квартире. Редкий случай, когда должников удается застать дома. Чаще приставам приходится общаться с соседями. Замок в двери выломан, но по словам соседа в квартире постоянно кто-то проживает. Владелица жилплощади не платит за коммунальные услуги около двух лет. Сейчас ее долг составляет более 200 тысяч. Судя по распахнутой входной двери, за имущество здесь не беспокоится. Скорее его просто нет, поэтому судебным приставам даже описывать будет нечего. И долг коммунальщикам скорее всего не вернут. Я думаю, что там мы не сможем описать. Нечего нам там, потому что там как бы ничего ценного нет. И выселить это очень длительный судебный процесс будет. И неизвестно, чем он закончится. Если у них одна квартира, то может быть даже не выселим. Начальник третьего ЖО просматривает список должников. Здесь более 30 квартир. Их общий долг перед управляющей компанией составляет более 33 миллионов рублей. Кто-то не платит вообще, кто-то рассчитывается понемногу. Каждый месяц. Но этой суммы недостаточно и задолженность продолжает расти. Впрочем, коммунальщики отмечают, рейды с приставами результативны и часть денег удается вернуть. В последнее время судебные приставы начали работать усиленнее, я бы сказала. Потому что чаще начали поступать нам деньги именно по этой работе по судебной. Людям блокируют карты. Они приходят к нам с целью заключения соглашений. То есть, если раньше они вообще не шли на контакт, то в настоящее время активность их увеличилась. В случае крупного долга приставы могут арестовать лицевые счета жильца или описать имущество. Ценные вещи выставят на продажу, если задолженность не будет погашена в установленный срок. Это уже радикальные меры. Коммунальщики уверяют, что готовы идти навстречу и обсудить ситуацию каждого должника в частном порядке. Главное, чтобы человек не убегал от проблемы, а напротив искал пути ее решения. Елена Составова, Рамиль Хайрулин, телерадио компания «Югра», Нижневартовск.